США грозит новая Великая Депрессия. Кто такие Джин Зи? Всем привет, в эфире Универ Ньюс, а в студии Илья Андреев. В Высшей Школе Государственного Муниципального Управления Казанского Федерального Университета состоялось открытие образовательной программы «Управленческое мастерство в новой реальности». С 13 по 17 марта повышать квалификацию будут 10 недавно назначенных глав муниципальных районов Республики Татарстан. В течение первых двух дней представители руководства Республики будут обучаться на базе Высшей Школы Государственного и Муниципального Управления КФУ. Дональд Трамп заявил в своих социальных сетях, что государству грозит новая Великая Депрессия. Так бывший президент прокомментировал банкротство одного из крупнейших банков США – Silicon Valley Bank. Подробности узнавала моя коллега Лилиана Урманова. Давайте посмотрим. Базирующийся в Калифорнии банк Silicon Valley Bank признали банкротом. Вслед за ним закрылся и его аналог Signature Bank. Примечательно, что крах пришелся во время роста экономики за счет военно-промышленного комплекса. Не всегда и не каждый банк напрямую связан с тем, что происходит в экономике в целом. Вполне возможно, что данный банк не был связан с военно-промышленным комплексом. Вполне возможно, что у банка были накуплены за предшествующие годы проблемы. Почему произошло банкротство? Вероятно, у банка уже были проблемы и произошел резкий отток вкладчиков. Если коммерческие кредитно-финансовые организации продолжат банкротиться, то может повториться всемирный кризис с 2008 года. И является столь важным для мировой экономики. Хуже будет, если его банкротство повлечет за собой банкротство по цепочке других американских финансовых институтов. По словам Дональда Трампа, США стоят на пороге новой Великой депрессии. Еще более сильного кризиса, чем в 1929 году. По его мнению, всему виной политика нынешней администрации Белого дома предпрезиденте Джо Байдене. Уже готовится к избирательной кампании. И сейчас для него, как говорится, чем хуже, тем лучше. То есть его задача максимально запугать избирателя. Все крупные банкротства наступали неожиданно. В данном случае повлияла неудачная операция с ценными бумагами, вследствие чего вкладчики начали активно снимать средства со своих счетов. На мировую экономику банкротство двух банков существенно не повлияет. Ильяна Урманова, Карина Саяхова, Универ Ньюс. Весна – это пора новых открытий и перемен. Для будущих студентов весна – это время сдачи единого государственного экзамена, а также выбора университета и подачи документов. С начала марта в Казанском федеральном университете свою работу начала приемная комиссия. Все подробности расскажет наш корреспондент новостной службы. Казанский федеральный университет принял участие в 56-й международной выставке «Образование и карьера», где для абитуриентов института Казанского университета подготовили различные стенды с информацией и интерактивной площадки. Так, ключевой интерактивной зоной стали виртуальные очки, которые переместили гостей в главное здание Казанского федерального университета. На выставке присутствовали институты из Елабуги, Набережных Челнов и Джизака. Отметим, что для Джизака это первая выставка. Филиал Казанского федерального университета был открыт в Узбекистане в 2022 году. В этом году мы использовали первый раз виртуальные очки. Абитуриентам очень понравился. Они одевали эти виртуальные очки и чувствовали себя, как будто они находятся в главном здании Казанского федерального университета. С 1 марта стартовала приемная кампания Казанского федерального университета для магистрантов и иностранных граждан. Для всех абитуриентов появился ряд новых направлений. Студенты, желающие стать магистрами, могут подавать документы до официального выпуска. Правила приема позволяют в этом году принимать заявления без реквизита документа об образовании. Для иностранных граждан появился отдельный конкурс русского языка, который будет специально адаптирован для тех, кто изучал русский язык не как родной. Приемная кампания ведет активную работу с будущими студентами. Для абитуриентов Казанского федерального университета проходят Дни открытых дверей и КФУ «Лайфы», где каждый может ближе познакомиться с вузом и окунуться в его атмосферу. Подробнее о графике проведения Дней открытых дверей, а также расписание КФУ «Лайфов» можно узнать на сайте Казанского федерального университета. Юлия Салеева, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Что такое нервно-мышечная блокада? Как с ней бороться и какие методы эффективного восстановления предложили ученые Казанского федерального университета? Давайте посмотрим. В современных условиях необходимо обеспечить возможность быстрого пробуждения после операции у каждого нейрохирургического больного, что невозможно в условиях остаточной нервно-мышечной блокады. Это инъекция обезболивающих препаратов в нервные сплетения, избавляющая от мышечных болей и спазмов в короткий срок. Когда, например, операция заканчивается, необходимо вывести пациента из состояния покоя. Для этого есть специальные соединения, которые запускают скелетную мускулатуру. Но проблема в том, что есть люди с пороками сердца или пенсионеры, у которых сердечная мышца уже изношена. Соответственно, у них запуск проходит не так гладко. В 2016 году в Европе был зампатентован препарат Сугмадекс. Этот препарат на основе циклического углевода или циклического сахара, можно так проще сказать, циклодекстрина. В нашей стране, к сожалению, он не производится, не поступает, купить его практически невозможно. Но за рубежом, например, во Франции, 99% случаев, когда использовали этот препарат, люди выходили из состояния наркоза. И дети, и пожилые люди. И мы задались целью сначала этот препарат выразвести в нашей лаборатории. То есть, возможно ли производство на территории Российской Федерации. На сегодняшний день ученые Казанского федерального университета готовы производить аналоги данного препарата. К тому же им удалось сделать альтернативную молекулу на основе своих разработок. Мы создали аналог Сугмадекса, который проявлял те же самые свойства, те же самые функции, но был лишен его недостатков. Какие это могут быть недостатки? Например, циклодекстрин, как я уже сказал, это производная сахара. То есть, у людей, у которых есть, например, сахарный диабет или повышенное содержание глюкозы в крови, этот препарат использовать нельзя. Наш препарат, наше соединение, которое мы разработали, не имеет никакого отношения к сахару. По итогу своих исследований ученые Казанского федерального университета хотят получить рабочую универсальную систему, ведь в фармацевтике существует очень много лекарственных форм. Они имеют разную форму, размер и биологическое действие. И на данный момент нет определенного шаблона, куда можно поместить разные молекулы, и они бы одинаково проявляли свои биологические свойства. Это особенно актуально в случае антибактериальных препаратов. Почему? Потому что к антибактериальным препаратам у бактерий наступает резистентность. И когда молекула антибактериального препарата помещена в капсулу, то есть бактерии не могут сочетать вот эту информацию по структуре органической молекулы. Соответственно, резистентность будет наступать в меньшем количестве случаев, чем при использовании обычного некомпсулированного лекарственного препарата. Перед тем, как создать какую-то биологически активную молекулу или систему, необходимо обязательно пройти несколько этапов. Изначально для исследования были закуплены химические реагенты, произведено квантово-химическое моделирование и их модификация. На сегодняшний день ученые работают над расширением ряда деталей и их комбинированием, чтобы создать модель, которая будет состоять из этих элементов. Результаты работы ученых Казанского федерального университета были проверены на клетках человека, как на опухолевых, так и на здоровых. Тестирование показало, что соединение полностью не токсично, а это значит, что оно поможет пациентам быстрее возвращать мышцы в тонус после хирургических операций, а также бороться с заболеваниями кожи, включая злокачественные новообразования и инфекционные заболевания. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универа Ньюс. На фоне протеста в Грузии появился новый вид суккультуры джин-зи. Движение молодых людей от 11 до 26 лет. Чуть подробнее расскажет наш корреспондент Николай Суховский. В Тбилиси возникло новое движение молодых людей. Джин-зи – так прозвали новый вид молодежи субкультуры. Подростки от 11 до 26 лет участвуют в протестах. Напомним, что митинги появились после принятия закона об иноагентах. Представители движения джин-зи много раз вытесняли с проспекта, но раз за разом появлялись новые группы девушек и парней, которые просто убегали от спецназа. И так каждый раз до 7 утра. Джин-зи по сути своей является инфантильным. То есть это, прежде всего, молодежь, которая курируется определенными, более взрослыми людьми. Движения, которые сейчас имеют место в Грузии, все они в основном попали под влияние западных структур. В том числе и все, что мы видим с этой подростковой молодежи, которая не имманентна в своем проявлении. Это не их целеполагание. Это нечто, идущее извне, под влиянием кого-то. В Грузии подростки выходят против полицейских и спецназа, чтобы высказать свою негативную позицию по отношению к новому законопроекту. Правительство Грузии поняло, что подростки, одеты в яркую одежду, становятся главным действующим лицом протеста в Тбилиси. Все это напоминает движение хиппи в Америке 1970-х годов, когда молодые люди выступали против войны во Вьетнаме. В знак протеста митингующие дарили военной полиции и спецназу цветы. Но митинги в Тбилиси скорее запомнятся плакатами и лозунгами, которые с каждого дня становились все более и более издевательскими. Законопроект об иноагентах, который по сути своей является основанием и профилактикой национальной безопасности государства, он является, я бы сказал, таким проектом, на который обращает внимание Запад. 11 марта в музее Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие в выставке «Пробуждение художника», на которой будут представлены работы учащихся школы рисования графика. «Графика» — это международная сеть школ рисования для взрослых и детей, которые работают с 2016 года в России, Белоруссии, Казахстане и Соединенных Штатах Америки. На этом все. В студии был Илья Андреев. А сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!